Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал «Коллекция Рецептов»! В преддверии любого праздника многие из нас выбирают лучшие блюда для праздничного стола. У меня на канале есть плейлист «Горячие блюда», где собраны вкусные и проверенные рецепты из мяса, птицы и рыбы, которые станут главным угощением любого торжества. Ссылка на плейлист в конце видео и в описании. Сегодня приготовим еще одно вкусное горячее блюдо из курицы, которое идеально подойдет не только для домашнего обеда или ужина, но и для праздничного застолья. Будем готовить куриные ножки в пикантном соусе. Приготовленные таким способом куриные голени получаются очень сочными и мягкими, мясо буквально тает во рту, а необычный соус придает изысканность и оригинальность этому блюду, а также идеально подходит в качестве подливки к гарниру. Итак, приступим! Для начала устанавливаем на плиту глубокую сковороду или сотейник, вливаем растительное масло и, пока сковорода нагревается, займемся курицей. Куриные голени я предварительно осмолила, помыла и обсушила. Перекладываем их в пакет, добавляем соль и перец, Туда же всыпаем пару ложек муки и тщательно перемешиваем так, чтобы каждый кусочек куриного мяса был равномерно запанирован. Стряхивая излишки муки, выкладываем голени на хорошо разогретую сковороду и обжариваем их с двух сторон на сильном огне. Наша задача – получить красивую румяную корочку, при этом куриное мясо остается практически сырым. А пока курица обжаривается, нарезаем репчатый лук мелким кубиком, а чеснок довольно крупными кусочками. После того, как курица хорошо зарумянится, добавляем в сковороду нарезанный лук с чесноком, перемешиваем и буквально через минуту, как только почувствуется чесночный аромат, вливаем в сковороду коньяк, красное вино и бульон. Добавляем лавровый лист и один бутончик гвоздики, слегка перемешивая, доводим смесь до кипения. Затем перекладываем курицу в форму для запекания, и сверху заливаем ароматным маринадом, вместе с луком и чесноком. Форму накрываем крышкой, либо фольгой, или, как в моем случае, отправляем в пакет для запекания. Преимущество этого блюда в том, что его можно подготовить заранее и на данном этапе отправить в холодильник на сутки, а то и двое, а запечь непосредственно перед подачей на стол. Таким образом, мясо лучше промаринуется и станет еще вкусней, а за час до прихода гостей вам останется только поставить форму в духовку. Завязываем пакет с двух сторон и делаем в центре один прокол. Отправляем подготовленную форму в заранее разогретую до 200 градусов духовку и запекаем в течение часа до красивой румяной корочки. Спустя час достаем ароматное мясо из духовки, снимаем рукав для запекания и подаем это сочно-эффектное блюдо к столу. Как вы заметили, рецепт несложный, на подготовку уходит совсем немного времени, а в результате получается аппетитное нежное мясо с необычным пряным соусом. Готовьте с удовольствием, желаю всем приятного аппетита! Если вам понравилось это блюдо, ставьте пальчик вверх! Спасибо, что делитесь моими рецептами и оставляете свои комментарии! Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлисты «Блюда из птицы» и «Горячие блюда», посмотрите, если не видели. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч, до новых вкусных рецептов!